Друзья, часто спрашивают, во время процесса продаж наступает период, когда вам выдвигают какие-то возражения. Что с ними делать? Возражения, с моей точки зрения, это просто неправильно технологически построенный процесс продаж. Мы с вами вкратце прошлись сегодня по процессу продаж, по его технологии, потому что, если быть до конца честным, то уже ближайшие лет 15, наверное, во время продаж, я это продолжаю делать регулярно, не возникает у людей каких-то возражений. Но бывает такое, когда мы обучаемся, не всегда мы сразу владеваем технологией, и обычно бывают возражения, и люди боятся возражений. Друзья, возражений бояться не надо. На самом деле их есть всего шесть. И зная заранее какие-то возражения, друзья мои, мы точно можем научиться, что нам с ними делать. Первое, самое распространенное возражение во время продаж, это нету денег. А еще бывает иногда, еще интереснее, у людей нет денег. Вы знаете, друзья, есть очень интересная новость. Оказывается, деньги есть только у людей. Денег нет ни у собачек, ни у кошечек, ни у домашней птицы, и даже у коней, у лошадей денег нет. Деньги есть только у людей. Просто сколько, на что, это следующий вопрос. И вы знаете, когда человек говорит, на самом деле нету денег, правда ли это? Если у него действительно денег нет, это такое бывает, но не так часто, надо пойти просто накормить этого человека. Он голодает, потому что, ну я не знаю, встречали ли вы где-то магазин, где бы бесплатно продавались какие-то продукты питания. Если человек сытый, одетый, нормально, значит нет денег, это не возражение, это отговорка. Что делать с возражениями, что делать с отговоркой, это и будет тема нашего обучения. Следующее возражение, это нету времени. Нету времени, потому что я такой занятой. Друзья, на самом деле у человека нету времени на что? Вы знаете, мы как-то так странно распоряжаемся временем, которое нам отведено, что некоторые важные для нас моменты жизни мы упускаем в погоне за чем, за тем чем-то эфемерным, который мы хотим-хотим достигнуть, потом достигаем и видим, что там не было ничего. Мы теряем действительно время, которое нужно нам для нашего здоровья, время, которое нужно нам дать нашим близким, время, которое мы тратим на действительно то, чтобы у нас с вами были деньги. И когда мы встречаемся с людьми, когда мы предлагаем что-то, мы предлагаем им действительно уникальную возможность, чтобы богатство наконец-то ворвалось же из тех людей, с которыми мы встречаемся. Мы продаем реальные возможности, возможности, приводящие к изменению в жизни человека, его внутреннем состоянии и, конечно, финансовым. Если у человека на его финансы, на изменение внутреннего состояния, на правильное распоряжение своим временем для родных, для близких, для здоровья, для работы, для заработка, если у него на это нет времени, друзья мои, скорее всего, что где-то во время нашего процесса общения мы немножко не так сакцентировали внимание человека на тех вещах, которые бы действительно жизненно необходимы. Следующее возражение, нету желания, нету желания, что быть счастливым, нету желания иметь достаточное количество денег, нету желания иметь достаточно времени для общения со своей семьей, со своими близкими, для своего развития, чтобы ради заработка денег не забирать, не воровать это время от своих близких, что на это нету желания. Нету желания узнать, как это удается многим людям, нету желания узнать, почему у тебя на сегодняшний день не удается, почему то, что ты имеешь, ты считаешь, что это уже предстоит достижение, ведь мы с вами тоже постоянно саморазвивающаяся система. Неужели нет действительно желания познать, кто ты, зачем ты, ради чего ты пришел на эту землю и как жить всеми теми благами, пользуясь, которые были уготовлены еще до твоего рождения. До твоего рождения была создана земля, было создано солнце, был создан воздух, была создана вода, был создан хлеб, которым мы питаемся, живем, дышим, существуем, было создано все золото, которое хватит вот так для тебя, для всех. Главное занять твое правильное место, как и мое во всем этом создании, и тогда поток изобилия просто будет течь через нас с вами. На это нету желания, значит где-то неправильно я построил план беседы, где-то не удалось мне помочь человеку обратить внимание на жизненно важные для него вопросы. Понимаете, в результате чего возникает у нас возражение? Дальше, друзья, все рухнет, все рухнет, вот мы начнем с тобой и все рухнет. Я очень много раз такое слышу. Друзья, есть хорошая новость, обязательно все рухнет, только рано или поздно. Что мы с тобой будем делать до того, как оно рухнет? А вдруг оно рухнет, ну чуть-чуть позже, да, чем ты или я от того ожидаешь. Знаете, я вспоминаю, я же выходец из Высшего Советского Союза, когда-то были такие партийные организации, которые ездили по колхозам, по предприятиям и читали лекции. И вот приехал в один колхоз, там лектор такой весь подготовленный, с тремя высшими образованиями, читает лекции там, и в конце лекции сказал, что солнце там когда-то потухнет, вот когда-то, через 400 миллиардов лет. А сидит дед Щукарь, говорит, пан электор, можно вам вопрос? Ну да. Через сколько лет, вы сказали, солнце потухнет? Через 400 миллиардов лет, говорит, фу, слава богу, а то мне послышалось, что через 300. То есть, понимаете, друзья, оно может быть и рухнет, нет ничего вечно, все развивается, все цветет, вы знаете, наступает лето, осень, зима, весна, периодичность жизни, что-то отмирает, что-то рождается. Это не должно мешать нам с вами быть счастливыми, радостными, успешными и самое главное, испытывать полностью финансовый достаток. Поэтому, друзья, все рухнет опять не на том фокус, не на том фокус. Фокус на том, что делать пока не рухнуло. Как использовать те возможности, которые жизнь каждый день тебе дарит, для того, чтобы жил, развивался, хорошо себя чувствовал, был здоровым, крепким и твоя семья жила в достатке. Значит, во время построения общения не удалось мне сфокусировать внимание моего друга, моего товарища, моего знакомого, можно сказать, моего клиента на действительно жизненно важных для него вещей. Значит, я не услышал, что для него важно. Я не услышал, через какие аргументы к нему доходят до ума, до сердца. Вот то, что действительно надо, о чем он мечтает, ради чего он уже сегодня тратит время и далеко не всегда у него успешно получается. Потому что есть твердыня, есть какое-то образование, которое мешает, мешает поступление новой информации. И значит, я просто давал, просто давил, просто пытался переубедить или как-то повлиять человека, а не пытался раскрыть его разум, не пытался раскрыть его сердце. В результате этого возникло возражение. Следующее возражение, пятое. Хочу подождать. Чего ждать? Еще одного всемирного потопа его не будет. Хочу подождать чего? Когда у тебя наконец-то появится то количество денег, которое тебе надо. Хочу подождать, когда у тебя наконец-то появится время проводить с твоими родными и близкими где-то в поездках, где-то в путешествиях, где-то заняться образованием твоих детей. Давать образование не то, которое ты можешь, а то, которое ты хочешь и которое твои дети хотят, которое нужно им. Если он художник, почему ты учишь на парикмахера? А если он парикмахер, почему ты из него хочешь сделать сапожника? Друзья, надо заметить дары и таланты детей, и самое главное, иметь средства для того, чтобы направить их к тем учителям, которые являются лучшими по той отрасли знаний человеческих, применяя которые, ваш ребенок станет счастливым. Поэтому, друзья, опять-таки, не совсем корректно, не совсем правильно была построена беседа, не все вопросы я услышал, которые волнуют моего друга, моего товарища. И самое главное, самое шестое возражение, в котором мне кажется, да и точно уверен даже, не кажется, все пять входят, это не верю. Как вы думаете, чему человек не верит? Доллару, иене, криптовалюте, бизнесу? К чему он не верит? Он кому-то не верит, он не верит мне. Значит, мне в процессе общения не удалось создать доверительные отношения, значит, где-то я чуть-чуть противопоставил себя моему товарищу, с кем я общался, значит, где-то не признал его хорошие качества, значит, где-то не увидел в нем его личные интересы, значит, что-то не так построил. И причина не в нем, причина во мне. Мне всегда есть повод обратиться внутрь себя, подойти к наставнику, подойти к тренеру, спросить, поучаствовать с ним вместе во время следующей беседы, правильно ли я выстраиваю отношения, правильно ли я слышу людей, правильно ли я аргументирую, правильно ли я предлагаю с ним пойти дальше с нами, для того, чтобы мы все вместе достигли тех задач, тех целей, которые каждый человек хочет. Ведь мы работаем с потребностями каждого человека, быть радостным, быть счастливым, быть здоровым, быть богатым, быть успешным, уделять больше внимания и времени себе, своему развитию, своим близким, своим детям, и все это у нас есть. Просто мы так предлагаем, что почему-то с нами не хотят, потому что нам не верят. Но процесс веры и доверия, друзья, это то, что мы будем изучать согласно тому первому закону, с которым мы в аннотации нашей с вами системы обучения уже проговорили. Ждем вас на наших занятиях. С вами был сегодня Александр Антипенков.